УАЗ Патриот перестал быть УАЗом и Патриотом одновременно, чтобы завоевать хоть какую-то популярность в Америке. АвтоВАЗ без всякого стеснения занимается плагиатом, а Санг Йонг, похоже, вообще доживает последние дни. Здесь неделя на колесах, с вами Катя. Поехали! Toyota Land Cruiser покидает рынок США, и когда мы об этом узнали, то сильно удивились, почему этого не случилось существенно раньше. Американцы хоть и любят Toyota не меньше россиян, но так и не поняли, почему они должны платить 85 тысяч долларов за крузак, вместо 50 за Sequoia, которая существенно крупнее, пусть и победнее отделана. Land Cruiser всего на 1000 долларов дешевле Lexus LX и аж на десятку дороже Caddy Escalade или Lincoln Navigator. Про миф об императорском японском качестве американцы не слышали. Преодолевать димники на пути к нефтяным вышкам им не нужно, поэтому крузаки брали буквально по 3-4 тысячи машин в год, что для рынка США на грани погрешности. Короче, при таком позиционировании вообще странно, что кто-то их еще покупал, и удивляться событию не стоит. Но если вы думаете, что Toyota ведет самую странную ценовую политику в Америке, то вы еще не слышали про попытку продавать там УАЗы. Вы будете смеяться, но Ульяновский автозавод всерьез надеется на успех, при том, что стартовую цену назначили на уровне 26 тысяч долларов. Чтобы вы понимали контекст, за 28 тысяч можно взять новый Jeep Wrangler с 289-сильным V6, а не 150-сильным ZMZ-409. Прогноз по продажам можно, наверное, даже не озвучивать. И так все понятно. Остается лишь заметить, что ради успеха на территории вероятного противника, патриот законспирировали под именем Брема Ктаус. В общем, история веселая, но немного и грустная. Тем временем, альтернативный подход к завоеванию американского рынка демонстрирует индийская махиндера. Им, наконец, снова разрешили продавать внедорожники Роксор, которые ранее забанили из-за сходства с классическим джипом. Кстати, сходство это не случайно. В основе конструкции Роксора и правда лежит лицензионное шасси от старого джипа еще 40-х годов прошлого века. Fiat Chrysler с таким положением дел остался не согласен и подал в суд на индийцев. Те не растерялись и провели рестайлинг, убрав внешние сходства. Как итог, торговая комиссия США сняла запрет. И Роксоры снова можно купить по цене примерно 16 тысяч долларов. Из-за слабой пассивной безопасности на них нельзя выезжать на дороге, но можно отжигать на оффроуде, что, собственно, и требовалось. Лозунг рестайла гласит «Let's be friends», то есть «Давайте дружить». Видимо, это было адресовано Fiat Chrysler, но заносчивые эталы американцы трогательный посыл не оценили и уже заявили о том, что будут оспаривать решение суда. Надеемся, у них ничего не получится. И в этой связи даже странно, что путем судебного преследования, но уже в России, не прошла Toyota. Ведь если посмотреть на рестайлинг Шнивы, то не заметив в нем корявую попытку срисовать морду от RAV4, может только слепой. Честно, такого ада мы никак не могли ожидать. Мы ожидали какой-нибудь X-Face в лучшем случае или какой-нибудь косметический фейслифтинг в худшем, но чтобы вот так? При всех проблемах ваза, плагиатом в дизайне там не занимались никогда. Даже в лихие 90-е та же десятка могла сколько угодно быть беременной антилопой, но зато своей. Уж не это ли те самые личные обстоятельства, которые побудили Стива Матина уйти с поста главного дизайнера марки? Так или иначе, но RAV4 под именем Niva Travel все же вышла в продажу. Да, передняя часть выглядит так, как будто ее прилепили к остальному автомобилю на двухсторонний скотч. А техника осталась все та же, включая и древний мотор от классических Жигулей из 60-х годов. Но если отбросить в сторону всякие условности, то маркетинговая ставка верная. Эстеты будут ужасаться, а народ возьмет. Это ж почти как соседский RAV4, но в три раза дешевле. Да еще и на рыбалку по хлябам можно гонять. Да куда там Тойоте? Хавейл обновил свою самую маленькую модель. Вместо уходящего H2 китайцам предложат первую любовь – Чу Ли Эн. Так называется компактный кроссовер на платформе Лемон, который предполагается адресовать молодому поколению. Внешне машина выглядит бодренько, но по технике там все максимально скучно. Только передний привод, полузависимая задняя подвеска и силовой агрегат из турбо-четверки с преселективным роботом. Объявленный ценник от 89 тысяч юаней или примерно 1 миллион рублей. Предсказать, сколько первая любовь будет стоить в России сложно, но если отталкиваться от китайских и российских цен на другие модели Хавейл, можно рассчитывать на 1 миллион 100, 1 миллион 200. Ну и немного о грустном. Корейский Санг Йонг может прекратить свое существование. Они уже во второй раз за последние 11 лет подают заявление о банкротстве и просят о внедрении внешнего управления. В 2009-м компании владели китайцы из Сайк. После банкротства ее выкупили индусы из уже упомянутой Махиндры. Но в ковидные времена тяжко стало сразу всем, и Махиндра пожелала избавиться от не слишком прибыльного актива. Желание выкупить Санг Йонг изъявили опять китайцы. Правда, уже другие. Но индусы дуются на своих северных соседей из-за очередного пограничного конфликта. Так что сделка едва ли состоится. Таким образом, бедный Санг Йонг имеет все шансы стать жертвой двух черных лебедей 2020 года. Коронавируса и индо-китайской заварушки в Тибете. К нашим публикациям. Никита Чуйко подводит итоги второго полугодия. Сравнивает свои рендеры, выпущенные перед обнародованием внешности, с реальными машинами. Анализируем, что получилось и что не получилось. А также, в чем разница. Михаил Баландин провел лосиный тест Volkswagen Transporter T61 на полигоне, чтобы проверить предельную скорость прохождения переставки. Не помешала ли высоченная крыша и как удалось избежать опрокидывания? Читайте в статье и смотрите видео. Евгений Балабас затестил машину, о которой никто из нас, скорее всего, даже не мечтал. Просто потому, что она слишком старая, слишком редкая и слишком крутая. Д. Томаса Пантера собственной персоны. После того, как вы посмотрите на фотографии ее салона, вам любая французская или итальянская эргономика перестанет казаться странной. После Пантеры это все сущий мейнстрим. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материалы вы, как обычно, найдете под видео на ютубе. От всей редакции колеса.ру поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам ровных дорог и побольше здоровья. А мы с вами увидимся в следующем году. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok